В разгар предвыборной кампании Ее вождю Адольфу Гитлеру сообщили, что в квартире на принц-регенштрассе найдено тело его племянницы Геля Раубаль Она мертва Застрелился из пистолета Вальтера калибра 6.35, который Гитлер держал дома, боясь покушения Адольф Гитлер был не просто потрясен Ни одно событие в своей жизни он не переживал так болезненно У него произошел нервный срыв Он кричал, что все бросит, уйдет из политики А может быть, даже и последует за своей племянницей И тоже покончит жизнь самоубийством Несколько дней он никого не желал видеть Предвыборная кампания нацистов была на грани краха Гитлер переживал не потому, что родственные чувства были для него так важны Его молоденькая племянница Геля Раубаль Была единственной женщиной, которую он, кажется, любил Хотя и пытался скрыть эту сомнительную связь Смерть Геля Раубаль в определенном смысле оказалась роковой для миллионов европейцев Адольф Гитлер лишился женщины, которая пробуждала в нем хоть какие-то человеческие чувства Но что же произошло в тот день, когда внезапно ушла из жизни веселая, мажорная, полная сил Геля Раубаль Это одно из темных пятен в биографии Адольфа Гитлера Когда он стал главой партии, то часто повторял Никто не должен знать, кто я, откуда я и из какой семьи Он сам мало что рассказывал и старым приятелям велел помалкивать Надо полагать, что темные страницы собственной биографии пугали его самого Его незамужняя бабушка, Мария Анна Шикльгрубер, родила в 1837 году мальчика, которого окрестили Алоисом В графе отец поставили пропуск Кто же был дедушкой фюрера? Предположения строились самые разные В 1930 году сводный брат Гитлера, не очень ему симпатизировавший, прислал письмо, из которого следовало, что дедушка фюрера был евреем Гитлер страшно встревожился Станет известным стране конец его карьере профессионального антисемита и националиста Дважды по его поручению, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер проводил тайное исследование генеалогического древа Гитлеров И дважды докладывал фюреру, что ничего подозрительного не обнаружено Разговоры о еврейском дедушке, судя по всему, чистой воды миф Когда его отцу, Алоису Шекельгруберу, было уже 40 лет, один из местных жителей убедил пастора изменить запись в книге актов гражданского состояния Отцом Алоиса назвали умершего к тому времени подручного мельника Георга Гитлера И пастор согласился задним числом написать, что Георг Гитлер признал себя отцом ребенка Алоиса Таким образом, в 40 лет Алоис Шекельгрубер, старший таможенный чиновник Австрии, обрел отца и стал Алоисом Гитлером Фабилия Гитлер чешского происхождения, что в той части Австрии не было редкости Отец фюрера женился трижды Первая жена была на 14 лет старше его, а третья на 23 года моложе Причем третья жена, Клара Пельцль, после превращения Алоиса Шекельгрубера в Гитлера, оказалась его племянницей Состояла ли она в кровном родстве со своим мужем, ответить невозможно Во всяком случае, для вступления в брак потребовалось специальное разрешение церкви До конца жизни Клара почтительно именовала мужа дядя Алоис Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года Он стал четвертым ребенком Клары Трое родившихся до него умерли в юном возрасте Из двух появившихся на свет после него, в живых осталась только сестра Паула Если родители Адольфа Гитлера и в самом деле были дядей и племянницей То это возможно объясняет отклонение в его психике, ее ущербность Недаром медики предостерегают против браков между кровными родственниками Опасаясь серьезных патологий Сам Гитлер писал потом, что все детство провел в бедности Что его деспотично, отец все пропивал Но это неправда Как раз с материальной точки зрения детство то его прошло благополучно Другое дело, что юный Адольф, не имея привычки к систематическому труду Не желал себя утруждать и несколько раз оставался на второй год в школе После смерти отца он вовсе отказался учиться и заявил, что станет художником Благо, мать его получала очень приличную пенсию за умершего мужа Так что о хлебе насущном ему заботиться не приходилось Он поехал в Вену, чтобы поступить в Академию изобразительных искусств Не подозревая, сколь высоки требования к абитуриентам И его рисунок был признан неудовлетворительным Директор Академии сочувственно сказал Гитлеру, что художник из него не выйдет Посоветовал попробовать себя в архитектуре Но это оказалось невозможным Потому что Гитлер не закончил школу и не получал аттестата зрелости Он мог бы, конечно, вернуться в школу, но не захотел Пять лет в Вене он ничего не делал Впоследствии Гитлер утверждал, что голодал и зарабатывал рисованием на кусок хлеба В реальности он жил на наследство и на положенную ему после смерти родителей пенсию Получалась порядочная по тем временам сумма Ни одно начинание он не довел до конца Потому что стадия подъема быстро сменялась у него глубокой депрессией Иногда говорят, что акварели Гитлера были совсем не так уж плохи И к нему как художнику отнеслись несправедливо Но, по мнению искусствоведов, это были ученические работы, выдававшие отсутствие таланта и воображения Для молодого человека он вел довольно странный образ жизни Спал до обеда, долго валялся в постели, потом гулял по улицам Вены, а вечером отправлялся в оперу Он обожал пирожные с Крымом и, в отличие от своих сверстников, мало интересовался слабым полом Вообще, после смерти матери его отношения с женщинами складывались очень сложно Старые приятели полагали, что он вообще женоненавистник Некоторые историки считают, что он придерживался нетрадиционной сексуальной ориентации, как теперь говорят Во всяком случае, в 52-м году, вскоре после войны, один из врачей, лечивших Гитлера, дал показания под присягой, что фюрер был гомосексуалистом Считается, что Гитлер испытывал особое чувство к Альберту Шпееру Архитектору, которого он особо отличал и сделал главой немецкой военной экономики Кто-то даже назвал Шпеера «несчастной любовью Гитлера» Молодые годы Адольфа прошли исключительно в мужской кампании Его половое созревание проходило сначала в мужском общежитии, а потом в казарме Известно, что значительно легче тем, кто не сопротивляется природе и дает волю своим чувствам Неприятие собственного гомосексуализма ведет к тяжкому разладу с самим собой Сознание того, что ты не такой, как другие, воспитывает чувство унижения и обиды Если Гитлер действительно испытывал особые чувства к мужчинам и пытался это скрыть То понятно, почему он в конце концов возненавидел весь мир Он бежал от реальности и пребывал в мире фантазии, где все складывалось так, как он хотел Он и музыку Рихарда Вагнера полюбил за ее способность заставить забыть о реальности Гитлер называл гомосексуализм болезнью Один из его ближайших соратников, руководитель штурмовых отрядов, бывший капитан Рейхсвера Эрнстрем Был откровенным гомосексуалистом, как и многие руководители штурмовиков Они считали это проявлением мужественности Гитлер сочувственно говорил, что это неудивительно Эрнстрем провел столько лет за границей, там он этим и заразился Впрочем, через год после прихода к власти Гитлер уничтожил Рема и тех, кто делил с ним постель С этого момента в нацистской Германии началось жестокое преследование гомосексуалистов Их сажали в концлагеря Другие историки утверждают, что Гитлер с юности страдал импотенцией И смертельно боялся неудачи в постели Его личный врач Теодор Морель утверждал после войны, что Ева Браун, последняя подружка Гитлера Просила дать фюреру что-нибудь, что могло бы укрепить его силы в постели Но Виагры тогда еще не существовало Гитлер же хладнокровно сказал Еве Браун, что если ей нужно, она может завести любовника В годы Первой мировой в армии Адольф Гитлер чуть ли не единственный, кто не получал писем от женщин И уклонялся от откровенных солдатских разговоров Когда к нему приставали с расспросами, он говорил, что в оккупированном Брюсселе ходил в публичный дом И что у него есть фотографии, запечатлевшие его подвиги Но фотографию никто не видел Его комплексы ярко проявились в книге «Майн Камф», написанной им в тюрьме Посадили его после неудачного пивного путча в Мюнхель Тюрьевная администрация создала Гитлеру райские условия Камеру за него убирали другие заключенные А его было позволено по несколько часов в день принимать посетителей Вечерами прямо в камере он диктовал свою книгу Рудольфу Гессу То печатал на машинке «Майн Камф» — довольно скучная, хотя и претенциозная книга Одно бросается в глаза при чтении Мрачная сосредоточенность Гитлера на сексуальных проблемах Причем он сосредоточился исключительно на извращениях и кровосмешениях Он опоздал в своем мужском развитии и испытывал постоянное чувство неудовлетворенности И, вероятно, это усилило его ненависть к окружающему миру, которая в основном сосредоточилась на евреях Похожа его расовая теория и ненависть к евреям выросли на комплексе сексуальной зависти к более удачливым соперникам Один из его приятелей утверждал, что Гитлер как-то увлекся белокурой девушкой А она отвергла будущего фюрера и предпочла более симпатичного юношу-еврея И с тех пор озлобленному Гитлером Виделись повсюду картины соблазнения белокурах немецких девушек инородцами Был только очень короткий период в его жизни, когда в нем проснулось нечто человеческое Да и то в достаточно противоестественной форме, поскольку роман с племянницей это все-таки нечто близкое к инцесту Вместе с юным Адольфом Гитлером в доме росли дети от второго брака отца Со сводным братом Алоисом у него как-то отношения не сложились, а с сестрой Ангелой он отношения поддерживал Когда у нацистов появились первые большие средства, Гитлер на партийные деньги снял двухэтажный дом в Оберзальцберге А вести хозяйство, то есть убирать, готовить, он позвал свою сестру Ангелу, которую только что овдовил Она переехала к нему с детьми Старшую дочь назвали в честь матери, Ангела Раубаль Гитлер ласково называл ее Гелем Можно ли считать ее красивой? Это вопрос вкуса Но она была сексапильной И исходящие от нее флюиды подействовали на Гитлера Гелли Раубаль в свою очередь восхищалась дядей Альфом Они вместе ходили в кафе, ездили в мюнхенскую оперу Устраивали пикники на природе, вместе принимали гостей Хорошенькая и экзальтированная племянница полностью овладела его мыслями и чувствами В нем вспыхнула настоящая страсть Историки полагают, что она была его единственной любовью При этом никто твердо не знает, действительно ли она была его любовницей Роман полностью захватил Гитлера Он перестал заниматься партией Казалось, он готов расстаться с политической деятельностью Оставить все дела и наслаждаться жизнью Но роман с Геля начался в тот момент, когда позиции Гитлера Внутри национал-социалистической партии пошатнулись На севере Германии признанным лидером нацистов стал левый социалист Грегор Штрассер Штрассер считал, что нацисты должны защищать интересы пролетариата И заключить идеологический союз с советскими большевиками, как две подлинно рабочие партии Штрассер вообще отстаивал идею объединения с Советским Союзом против Англии и Соединенных Штатов Сторонники Штрассера требовали исключить Гитлера из партии, как поклонника буржуазии Казалось, еще немного, и Европа будет спасена от нацизма и Второй мировой войны Но Геля Раубаль и вернула Гитлера к политике Племянница восхищалась дядей Альфом, как политиком Чтобы сделать ей приятное, Гитлер отказался от затворничества и вернулся к партийной борьбе Жестокий экономический кризис, разразившийся в Германии, стал для Гитлера подарком судьбы В стране царила безысходность Казалось, Германия никогда не оправится Самоубийство, падение рождаемости, ощущение полного краша Все политики наперебой пытались успокоить немцев Гитлер же, напротив, говорил о том, что страну постигла катастрофа И призвал свергнуть существующий строй и построить новую Германию Человек, который обещал навести порядок и вернуть немцам самоуважение Привлек в себе внимание всей страны Крупный бизнес стал одаривать Гитлера большими деньгами И он делал свою жизнь все более комфортной Он снял девятикомнатные апартаменты в Мюнхене Его сестра осталась в прежнем доме А Геля Раубаль переехала вслед за дядей Но что-то в их отношениях не заладилось Гитлер был невероятно ревнив Застав одного из своих соратников в комнате Геля Раубаль Набросился на него с плеткой И то спасся, выпрыгнув из окна Известно, что между Гитлером и Геля Раубаль Произошел скандал Геля решила уехать в Вену Однако она хотела жить и наслаждаться А Гитлер требовал, чтобы она оставалась с ним Неравновешенная, импульсивная девушка Она, видимо, запуталась в своих невыносимо сложных отношениях с родным дядей Впрочем, некоторые историки полагают, что она не в силах была исполнять некие извращенные желания фюрера Склонного к садомазохизму и поэтому покончила с собой Гитлер так и не примирился с ее смертью Ни одна другая женщина Даже Ева Браун, которая была рядом с ним многие годы До самой смерти Не заменили ему Геля Когда он пришел в себя То включился в предвыборную кампанию С еще большим озлоблением И ненавистью ко всему миру Он произносил речи Которые доводили слушателей до экстаза Не случайно Гитлер говорил Что толпа воплощает Женское начало Эротические чувства в нем пробуждала не женщина А толпа, послушная его словам Однажды он назвал толпу своей единственной невестой Гитлер вызывал острый интерес у немолодых женщин Которые безошибочно распознавали природу его комплексов И его нервического состояния И готовы были снять напряжение умелой и опытной рукой Эти женщины сами невероятно возбуждались и заводили толпу Тем более, что каждое выступление Гитлера выстраивалось как театральная постановка Марш штормовиков, вынос знамен, военная музыка Все это готовило толпу Гитлер появлялся в ту минуту, когда слушатели уже проявляли нетерпение Первые слова он произносил негромко, иногда после минутной паузы Он ждал реакции зала, выкриков, которые помогали ему почувствовать атмосферу толпы и настроиться на нее Бидинги с его участием выделялись особой чувственной атмосферой По словам автора книги о Гитлере Иоахема Фестера Это была атмосфера непристойного массового совокупления, своеобразного группового секса Если внимательно слушать его выступления, то вначале это затрудненное придыхание Затем резкие короткие вскрики, нарастающее напряжение, очевидные вздохи удовлетворения И, наконец, восторг, как следствие речевого оргазма Гитлер полностью зависел от реакции толпы Если кто-то из слушателей возражал, он терялся, сникал, терял нить разговора Иногда вообще прекращал выступление и уходил Он очень болезненно переживал неудачи, потому что по природе был лишен мужества И всякую мелкую неудачу принимал за полную катастрофу По существу он был невротиком, не способным справиться со слабостью собственной натуры Штурмовики, наполнявшие зал, нужны были ему не для охраны А для того, чтобы подавить в толпе любое несогласие Ему требовалось полное слияние с толпой, которое возникает в интимные моменты Которых он в обычной жизни был лишен Собственно говоря, он произносил сплошные банальности Но в эти моменты полного слияния они обретали силу пророчества Иногда он закрывал глаза и прикрывал лицо сжатыми кулаками Охваченные сексуальными эмоциями высокого накала Сходя с трибуны, Гитлер ощущал странное сочетание опьянения и отупения Он шел со стекленевшим взглядом и никого не замечал Кто-то из соратников попытался выразить ему восхищение Но вмешался адъютант Гитлера Оставьте его в покое, он только что кончил Самая умелая режиссура не позволила бы ему обрести такую колдовскую власть над толпой Если бы он неким извращенным способом не сливался бы с этой толпой Не разделял с ней все ее потайные желания и страсти Успех Гитлера основывался на том, что толпа в Германии тех лет была настроена на ту же волну, что и он Гитлер исходил из того, что каждый, кто пришел его послушать Только что ощущал себя маленьким, несчастным, никому не нужным человеком Который не способен справиться со своими проблемами и не видит никакого выхода И вдруг он оказывается среди единомышленников И испытывает пьянящее чувство принадлежности к какой-то мощной силе И с митинга он уходит сторонником Гитлера Стоя в свете прожекторов, бледный, резко жестикулирующий Гитлер Постоянно контролировал свои эмоции И даже в своей ненависти был крайне расчетлив Он говорил, что с математической точностью учитывает все слабости человека Задолго до появления телевидения он усвоил законы шоу-бизнеса и вел себя как звезда экрана Гитлер еще в 20-е годы примерил к себе маску вождя, которая останется неизменной до самой его смерти Застывшее лицо Улыбка, жест, поза Все было отработано перед зеркалом Однажды он выступал на митинге утром и потерпел полное поражение Никто его не слушал Поэтому все речи он отныне произносил поздно вечером Считая, что к этому времени толпа созрела для него Драматургия каждого митинга была тщательно продумана Из города в город он перелетал на самолете, что было большим новшеством Гитлер над Германией Он спускался на митинг с небес, словно спаситель Гитлер придал партийной деятельности вид народного представления Эстетика оказалась важнее политики Знамя со свастикой в качестве партийного символа Предложил один из первых членов национал-социалистической партии Фридрих Крон, зубной врач по профессии, еще в 1920 году Гитлер оценил притягательность этого символа Свастику изобразили на партийном значке Ношение которого стало обязательным Гитлер же ввел и римское приветствие среди товарищей по партии Фюрер многое перенял у коммунистов Прежде всего он подхватил ленинскую мысль о том, что Традиционные буржуазные партии устарели И нужна партия нового типа Гитлер сам говорил Я многому научился у марксизма Я овладел их методами Ведь все наши новые средства политической борьбы Идут по сути от марксистов Мне нужно было только взять и развить эти средства Национал-социализм Это то, чем мог бы стать марксизм Успех Гитлера был в первую очередь психологическим Немцы пошли за ним не только потому, что он обещал им работу и порядок А потому, что он обещал им вернуть прежнее ощущение собственного величия Ведь он обещал вновь сделать Германию великой державой Создать мощную армию и изнать из страны всех инородцев и чужестранцев И никто, конечно же, из немцев тогда, 70 лет назад, в 1933 году Не думал, что именно этот путь приведет Германию к полной катастрофе И страна вообще едва не исчезнет с политической карты мира Историки пишут, что была, вероятно, возможность остановить Гитлера в последний момент Но некому было оказать ему сопротивление Его противники сделали все, чтобы помочь ему прийти к власти Они сосредоточились на борьбе друг с другом и очистили ему путь Формально 30 января 1933 года всего лишь сменилось правительство Вместо одного рейхсканцлера появился другой Но в реальности произошло нечто большее И немцы понимали, что в Веймарской Германии, республика, больше не существует Немцы ликовали И лишь немногие с удивлением и страхом следили за новым хозяином Германии Массовый энтузиазм 1933 года свидетельствовал о том, что приход Гитлера к власти не был случайностью Даже если немцы и не разделяли его взглядов Они были захвачены его напором и испытывали генетически свойственное им желание подчиниться Неповторимой чертой германского национал-социализма Стало обилие послушных исполнителей, готовых исполнить любой приказ начальника 30 января 1933 года новый рейхсканцлер Адольф Гитлер произнес длинный монолог о том, что ему выпала миссия не только спасти Германию Но и возглавить борьбу белого человека за господство в мире Негры и монголы под руководством большевиков и всемирного еврейства пытаются захватить власть над миром И его долг остановить их, совершить величайшую в истории расовую революцию Гитлер был, быть может, единственным политиком, который до прихода к власти рассказал, что именно он собирается делать Он заранее предупредил, что будет сажать и уничтожать Но мы просто не поверили, потому что слова политиков никто не воспринимает всерьез Его обещания уничтожить врагов воспринимались как предвыборная демагогия Русская актриса Ольга Чехова, которая жила в Германии, писала В этой распавшейся на куски стране национал-консервативным кругам Гитлер был нужен как застрельщик Как барабанщик в борьбе с коммунистической угрозой Побарабанят, побарабанят и его быстро уберут с политической арены Такие рассуждения приходилось слышать в те дни довольно часто Председатель фракции социал-демократов в Рейхстаге Зааплодировал, узнав, что Гитлер назначен рейхсканцлером Он был уверен, что Гитлер немедленно провалится и навсегда покинет политическую сцену Он вскоре был арестован и погиб в концлагере Десять лет Гитлера в мире считали фантазером и безумцем Его планы завоевания власти и мирового господства вызывали смех Но наступил момент, когда все, что он хотел, стало реальностью А все, что ему противостояло, рухнуло Демократия, многопартийное государство и Лига нации Несмотря на триумф Адольфа Гитлера 70 лет назад Язык не поворачивается назвать его выдающимся политиком И не только потому, что он был чудовищным преступником Причинившим столько страданий нашей стране Его не назовешь выдающимся, потому что как личность Он был на редкость бледным и невыразительным И если бы история не предоставила его распоряжение целый народ Который растерялся и избрал его в качестве своего рупора Никому не нужен Адольф Гитлер Так и остался бы прирожденным мизантропом и неудачником В следующий раз мы расскажем вам о нацистских спецслужбах О главном управлении имперской безопасности О гестапо, внешней разведке и абвере Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok